здравствуйте друзья практически каждый год у меня традиция совершать можно сказать круг почета доезжать от своего дома до балашихи до улицы победы там делать круг и возвращаться в этом году достаточно долго я не собирался все это делать точнее не не собрался и вот сегодня наконец-таки собрался перевалочный пункт этого маршрута это небольшой пляж в лесу с которого как вы помните я снимал один из роликов ранее года два назад рассказывал вам как все будет хорошо как все будет здорово как мы поедем на рода с вами и потом через пару дней я все это слил как это часто у меня бывает сегодня я этот ролик снимаю уже в другом состоянии может быть это будет как раз перелом традиции сегодня я его снимаю когда на счету у меня полный 0 0 у меня также в накопительном счету наборы новые долги подписчикам порядка 70 тысяч за последние пару-тройку месяцев и может быть как раз сейчас традиция будет в обратную сторону играть то что на этот раз уже после того как я записал этот ролик находясь с полным нулем буквально через несколько дней через несколько недель ситуация в корне поменяется некоторые называют меня неисправимым оптимистом я же всего-навсего называю себя реалист как я умею поднимать деньги на ставках вы уже сто раз видели и слышали прекрасно знаете когда я делаю это четко и осознанно как я умею умею их спускать вы тоже прекрасно знаете осталось воплотить в жизнь те умения которые позволяют мне их только поднимать вообще ничего нового я в этом ролике не скажу честно говоря не знаю зачем я его записываю просто поехал в блашиху захотелось вам напомнить в каком месте снимался тот ролик кстати мне сообщение какой пришел интересно что там я посмотрю чуть позже хотя нет сейчас смотрю во так не нужно прерваться она очень важно ничего там интересного мне не пришло я ждал позитивных новостей на новости пока не позитивные не негативные просто нейтральные заодно почитал свежие новости про ефремова он назвал фейком новости что его пьяного вытащили из-за из водительского кресла после дтп конечно так и было это фейк естественно блять такая клоуна да хоть бы его посадили лет на 30 это будет мало лучше электрический стул ему сразу многие конечно говорят ты посмотри на себя то какое-то имеешь право судить о других ты посмотри на себя да я нигде не говорю повторяюсь что я красавчик они все подонки нет я тоже подонок и по мне тоже по-хорошему электрический стул плачет это не мешает мне делать выводы о других это как преступники в тюрьме они же тоже имеют право голоса они тоже граждане своей страны они участвуют в выборах они имеют право на свои суждения кто круче путин навальный еще кто-то то что они там совершили преступления вовсе не отбирает у них право судить о других людях в том числе лишь решать свое будущее и так же тут да я конченная свинья но это не мешает мне называть конченной свиньей ефремова и в этом меня никто никогда не переубедит он конченная свинья но пока мы продолжаем здесь гулять представляя что это родос пока что я не на родосе но с вами понимаете что это лишь вопрос времени и время это не такое долгое как вам кажется хотя я это повторяю уже вы знаете много раз писал я это 2017 еще 2016 наверно даже 2019 но сейчас как никогда я знаю что для этого нужно делать что для этого нужно делать для этого нужно отдать невыездные долги кстати сегодня я сходил на почту и еще одно письмо получил там аналоговые кажется какие-то проценты неуплата в пенсионный фонд то все херня короче с этим мы разберемся там копейки с меня просят тысяч 30 всего лишь это просто сущие копейки сейчас я седу велосипед поеду дальше совершу этот круг почета который станет можно сказать отправной точкой в моем движении на родос видите сейчас это стало трендом который задал я куда-то собираться будучи игровыми стоило мне собраться на родос другой человек собрался в англию третий человек собрался в исландию ну что ж могу пожелать им только успеха посмотрим кто из нас раньше достигнет этих целей тот который собирается в исландию он не ставками собирается это делать тот который собирается в англию ну вы прекрасно знаете о ком я это игорь тоже хочет завязав завязав со ставками осуществить свою мечту тяжелой работой даже паспорт жжет до этого чтобы не думать больше о ставках но а я я как всегда ибо я гений гений ставок гений маркетинга гений своей жизни я это все собираюсь сделать совершенно другим путем именно за счет ставок и если вы сейчас думаете что мой блог достаточно скучный стал в последнее время однообразный и пишу я в нем одно и то же то спешу вас удивить ближайшее время может не совсем ближайшие но в совсем ближайших перспективах вас ждут такие события о которых вы даже пока не представляете и они придадут нашему блогу новый движ выражаясь молодежным сленгом будет очень много всего интересного увлекательно и ни один человек не сможет сейчас даже и близко спрогнозировать что я вообще имею ввиду даже не пытайтесь но поверьте что это будет мега интересно сейчас да действительно в какой-то мере скучно я понимаю да не в какой-то мере наверное есть скучно но от этого число моих подписчиков не сокращается потому что я умею держать публику в напряжении даже когда ничего не происходит умел умею и буду уметь я знаю какие нужно писать слова после которых буквально после пары слов собирается вот 100 комментариев что люди обсуждают пишут да он сумасшедший да он сошел с ума начинаю троллить и так далее я уже овладел этой искусной наукой поэтому не сомневайтесь контент найдется у меня для вас даже тогда когда контент по сути нет да кто-то ездит по разным странам снимает оттуда блоги интересно красиво безусловно я не стремлюсь быть на кого-то похожим у меня вот такой вот канал вот такая группа вконтакте вот такой блок в ютюбе что я могу поделать не нравится отписывайтесь нравится нравится продолжайте читать еще раз еще раз напоминаю что сейчас я нахожусь на пляже в балашихе на котором сейчас нет ни души ни души сегодня 1 сентября детишки пошли в школу и мне до пляжа родителям тоже поэтому я думаю что если я даже весь день здесь буду находиться сюда никто не придет с утра всех нужно в школу собирать провожать днем нужно всех встречать спрашивать как дела вот какая-то бабушка идет впрочем но бабушек до другие конечно заботы поэтому видите даже здесь я пометил то что никто сюда не придет вы оказывается придут но тем не менее бабушка нам не сильно помешает я думаю она даже сворачивает бегун бежит в лесу конечно люди бегают понятно у кого нет семьи и детей у кого есть свободное время у меня тоже есть свободное время потому что я сам хозяин своей жизни как вы сейчас не смеялись над этой фразой посмотрите друзья между прочим тут есть змеи не успел вам снять видео в самом начале только хвостик и кто знает друзья кто знает если бы эта змея меня укусила возможно одним день им на свете было бы меньше как-то приходилось мне видеть в этом лесу и белочек даже и лягушек сейчас камеру держу наготове но вряд ли именно сейчас они прям вырезут ко мне мы едем с вами по лесу естественно можно было набраться в балашиху и другим путем непосредственно по щелковому шоссе но у меня такая традиция что именно туда я еду вот именно так по диагонали через лес это не так однообразно это гораздо более красивее чем просто смотреть на дорогу и это для меня такой знаковый маршрут сейчас нас немного потрясет вот такой вот друзья лесок так вот я приехал в цивилизацию это балашиха улице победы и напротив меня находится футбольный стадион метеор прямо по курсу находится торговый центр билла супермаркет который и в нем светофор не знаю какое отношение светофор имеет били впереди по курсу мы видим храм жители балашихи конечно без проблем скажут что это за храм я не знаю на карте дома смотрю еду я сейчас по улице флерово ну здесь центральная часть балашихи находится наверное такое культовое место еще есть другие конечно но это одно из них фонтан памятник лению вдалеке так как эта площадь ленина собственно вся движуха транспорт на всякие развязки тут но и сейчас я еду по центральной улице балашихи практически улица советская которая собственно говоря пересекается с шоссе энтузиастов но там вдалеке находится еще одно топовое место это аллея славы со стеллой насколько помню там же находится в тех краях и хоккейный центр если не ошибаюсь там играет то ли витязь то ли адмирал те кто здесь проживают скажу точно но туда я сейчас не поеду не охота хотя там тоже красиво другой раз вот еще памятник вам запечатлею защитником отечества второй мировой войны открыт в 2005 году так я продолжаю путь постсоветской улице она достаточно длинная сейчас есть возможность повернуть налево на балашихинское шоссе и через некоторое время она впадет в щелковское шоссе эта дорога более короткая но вот она слева как вы понимаете балашихинское шоссе но я выберу более длинный путь и я доеду до самого конца этой улицы и там уже будет пересечения челкс шоссе посмотреть какая тут еще стела находится не стела а панно города герои второй мировой войны самолетик очень красиво и так вот я и пришел сейчас уже даже пешком к тому месту где щелкс персе поворачивает направо на улицу советскую и дальше продолжает свой путь вперед мы сейчас с вами поворачиваем налево естественно моему дому а направо уже совсем дальнее подмосковье начинается ну дальнее чем здесь черноголовка фрязин щелково биокомбинат звездный городок по этому переходу я сейчас совершу переход на другую сторону дороги ну а теперь вид сверху у меня к сожалению нет квадрокоптера как у али старого например того же поэтому единственная возможность снять сверху это подняться куда-нибудь повыше в данном случае съемки с подземного перехода вот так вот выглядит щелковское шоссе его подмосковная часть ну и теперь теперь друзья у меня путь только путь только один это прямо собственно такие жизненные позиции у меня всегда и в жизни и в ставках прямо на пролом несмотря ни на что несмотря на хейтеров несмотря на сомнения неудачи и так далее вот тут тоже находится какой-то храм раньше я его здесь не видел может быть просто был невнимателем не знаю удастся ли его снять поближе я думаю что удастся да вот отсюда будет видно лучше опять нет деревья слоняю не буду я езжать ближе кто проезжает здесь расскажет мне что это я человек неверующий поэтому для меня один храм нисколько не отличается от другого просто названием челска шоссе дом 125 пор квартира даже 3 на 4 квартал 3 квартал я приблизился к месту где щелковское шоссе пересекается с балашихинским впереди вы видите тот самый пост гаи на котором однажды представитель игил напал с топором на полицейского и убил его это было именно здесь впереди слева мы видим микрорайон изумрудный построенный тоже относительно недавно видите дом который я вам показываю немного напоминает останки на согласитесь по расцвету а дальше по курсу микрорайон янтарный в котором один дом практически является полной копией другого так же как игра медведева является почти полной копией игры паутисты агута или симона еще одна местная достопримечательность на щелковском шоссе при подъезде уже практически моему восточному москве непосредственно это заброшенный мост можно опять погуглить в интернете когда его начали строить как обычно денег на завершение строительства не хватило в таком состоянии он и стоит ведет с одной части все к скурсе на другую но перейти по нему нельзя не то что ведет на другую часть он идет еще дальше непонятно куда там ничего нет там поля видим там что-то планировалось построить здесь ничего не растет просто права так и стоит и так наверное будет стоять спасибо хотя бы что он огорожен туда никто не залез и ничего себе не повредил мы продолжаем любоваться красотами микрорайона янтарный там слева кафе которым была сходка меня с воронами я уже показывают кафе в другом ролике о торговый центр янтарный прямо на ваших экранах и впереди уже виднеется собственно мой дом 3 по счету я этого ничуть не скрываю все и так уже знаю что это мой дом кому надо и кому не надо таким образом осталось до конца нашей поездки буквально минут пять десять кому не лень можете погуглить сколько это все в километрах туда я соответственно ехал по балашикинскому шоссе свернул в лес или сами по диагонали выехал улице победы обратно как я ехал вы все могли прекрасно видеть ну что друзья на этом мое путешествие моя экскурсия подходит концу благодарю вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока